Итак, дамы и господа, мы проходим под сводом по Целуево моста. Это его официальное название. Но впереди, с правой стороны, дворец построенный по проекту первого профессора Российской Академии Худжеводоржеств, Жан-Вален Беламота, здание, украшенное колоннадой. А посередине деревянная, изысканная резная дверь. Семь поколений князей Юсуповых, знатного, богатейшего рода Российской империи, владели этим дворцем вплоть до февраля 1917 года. А вот в апреле 19-го это становится дворец культуры работников просвещения, Благодаря сотрудникам которого все внутренние помещения, все интерьеры сохранены в первозданном виде. В домашнем театре Юсуповых проходят постоянно концерты камерной музыки, А от помещений отданы под музейные экспозиции. Одна из которых находится в полуподвале. И повествует нам о событиях декабря 1916 года. Лев Яковлевич Лурия, наш петербургский старик, утверждает, что Распутин все-таки вырвался из рук нападавших. И вот через эти двери, которые за автобусом, он выбежал на набережную. Но, увы, вот в этом зеленом склее, там где афишный стенд, он был настигнут депутатом Государственной Думы господином Пуришкевичем, который из своего анилийского браунинга выпускает в тело старца Три Туле. Вот об этих событиях и повествует нам одна из музейных экспозиций дворца культуры работников просвещения. А прямо перед нами творение инженера Теттера, Почтамский пешеходный мост, под сводом которого на верхней палубе будьте, пожалуйста, максимально осторожны. И сразу же за ним впереди здание, которое, конечно же, привлекает ваш взгляд. Перед нами дворец культуры работников связи. 1860 год. Архитектор Бассеп для немецкой реформаторской церкви строит здание в стиле средневыкового романтизма. Остроконечная 57-метровая колокольня, стены красного кирпича и огромные окна, украшенные витражами. Но приходит революция, и в 30-е годы уже Семен Гринберг, ленинградский архитектор, перестраивает здание в стиле советского авангарда. Колокольня сносится, наверху появляются барельефы с революционной символикой, балконы. Стены покрываются так называемой шубной штукатуркой, остатки которой порой убраны реставрационной решеткой для безопасности пешеходов. ДК «Связи». Его очень любят жители Октябрьского района Ленинграда. Прекрасный кинотеатр на два зала, библиотека, духовой оркестр, кружки и секции для детей. Но самое главное, среда, четверг, суббота, 19.30, танцевальные вечера для тех, кому за 30. И играет здесь эстрадно духовой оркестр под управлением Аюрияна Машарского. В 89-й начало 90-го года руководство Ленинграда разрешает провести ряд концертов на концертной площадке ДК «Связи» Виктору Цою и Борису Борисовичу Гребенщикову. Сейчас, после реставрации, в ДК «Связи» планируется открытие музея почтового ведомства. Дамы и господа, мы сейчас с вами пройдем под словом «Синего моста». Ширина пролета 99 метров и 30 сантиметров. Мост является как бы естественным продолжением Исаковской площади. И ведет от памятника императору Николаю Первому к Мариинскому дворцу. С левой стороны впереди сейчас с неожиданного ракурса вы увидите уникальную конную композицию Петра Карлова Чикотта. Подобных конных композиций на планете всего пять. Держится всадник лишь на двух опорах, на задних лапах коня. И ведет мост к Мариинскому дворцу. Вот он справа от нас. Это уже творение Андрея Штекеншнейбера. Первый дворец в Петербурге, построенный в стиле эклектика. Что интересно, Мариинский дворец. Это свадебный подарок. Так сказать, семейное гнездышко для новобрачных. Николай Первый дарит этот дворец на свадьбу дочери, любимой дочери Марии Николаевны. Мария Николаевна, после того, как Мария Николаевна покидает стены этого дворца, вплоть до 16-го года здесь проходит заседание Государственного совета Российской империи. Ну а сегодня здесь работают наши народные избранники. Наш городской парламент, законодательное собрание Санкт-Петербурга. Ну а мы с вами под сводом Синего моста. 99 метра, 32 сантиметра.